За предоставленные на тест устройства благодарим магазин iRay. Всем привет! Часы Apple Watch стали одним из самых спорных продуктов всеми известной компании. Хотя Apple с успехом вышли на рынок и превратили умные часы из аксессуара для гиков в серьезные устройства, многие пользователи не торопились покупать их и ждали выхода нового поколения девайса. Что же, так вот оно перед нами, и на вопрос, пришло ли время, у нас уже готов ответ. С первого взгляда часы ничем не отличаются от своего предшественника. И когда мы говорим «прошлое поколение», имеем в виду самые первые Apple Watch, а не Apple Watch Series 1, которые были представлены в сентябре и, по сути, отличаются от них только двухъядерным процессором, но и стоят чуть дешевле. В этом видео мы отойдем от привычного формата обзора, характеристики, дизайн, комплектации и постараемся дать максимально понятную инструкцию тем, кто хочет приобрести для себя Apple Watch Series 2. Ну ладно, вот вам пару секунд, посмотрите на коробку, вдруг хотите увидеть там что-то новое. Один из недостатков современной носимой электроники – это, безусловно, размер. Смартфоны нас здорово избаловали, и хочется, чтобы умные часы тоже были компактными и многофункциональными. Но судя по тому, что Apple Watch Series 2 стали толще и тяжелее первого поколения, технологическая база в 2016 году еще не позволяет осуществить желаемое. Толщина, конечно, увеличилась всего на 0,9 мм, но это заметно. Ощущается и вес, который увеличился более чем на 3 грамма. Во всяком случае, у этих спортивных розовых мимимишных Apple Watch 38 мм. Но вы, вероятно, запросто с этим смиритесь, когда узнаете, почему в Купертино пошли на такой непривычный для себя шаг. Во-первых, у второго поколения Apple Watch новый двухъядерный чип SIP Apple S2. Процессор на 50% производительный одноядерного S1. Увеличили и количество оперативки. Теперь целый гигабайт вместо прежних 512 мегабайт. Самое главное – это, пожалуй, увеличенная емкость аккумулятора – 273 мА в час, что на 32% больше, чем у первого поколения Apple Watch. Завезли в Series 2 и GPS. Правда, он нужен для того, чтобы в первую очередь отслеживать маршруты пробежек без айфона в кармане. А вот датчик высоты пожалели. Дисплей новых Apple Watch действительно ярче. Здесь в Apple нас не обманули. По официальным данным, яркость возросла вдвое. И да, это AMOLED. Визуально это действительно заметно. Цвета стали гораздо насыщеннее, что очень обрадовало в солнечную погоду. Теперь Apple Watch стали водонепроницаемыми. И с ними можно погружаться на глубину до 50 метров. Они просто защищены от воды и гряди по стандарту IPX7, как предыдущая модель. Это, конечно, здорово, но появился и ряд неудобств. Например, кнопка включения стала издавать не очень приятный звук. А вот цифровой коронки этого не коснулось. Еще добавилось дополнительное отверстие для микрофона, чтобы помощница Siri могла вас лучше слышать. Черная крышка на спинке часов теперь изготовлена из керамики. Да-да, на основе циркония. Причем даже спортивной версии, которая сейчас на моей руке. Сенсоры надежно спрятаны под сапфировым стеклом. Можно даже разглядеть их в миниатюрных окошках. Кстати, в Siri S1 по-прежнему пластиковая крышка. Керамикой там и не пахнет. Наши часы сделаны из алюминия 7000-й серии, как iPhone 6s или iPhone 7. Покрашены в розовый цвет, да еще и ремешок в тон. Лучше для девочки не пожелаешь. Но есть вариант гораздо круче, из нержавеющей стали 316L. А вот золотые часы Apple теперь не продает. Вместо них есть керамические. Но вы вряд ли сейчас расстроились. Стекло у Apple Watch Series 2 с умным названием INX, которое, правда, от царапин по-прежнему не защитит. Хотите стекло получше? Сапфир есть в стальной версии, но учтите, он более хрупкий. Главное, конечно, как это все работает с новой операционной системой для часов Apple Watch OS 3. И тут я снимаю свою кепку. Отзывчивость Apple Watch стала на порядок выше. Приложение открывается быстрее на 2-3 секунды. Интерфейс не подлагивает. Siri научили быстрее думать и лучше понимать собеседника за счет дополнительного отверстия для микрофона. Но главное, это время автономной работы. Если не перегружать часы измерением пульса, GPS-навигацией и энергоемкими приложениями, то часы нового поколения могут прожить на одной зарядке до трех дней. И это, конечно же, круто. Но если вы будете использовать часы очень активно, то будьте готовы ставить их на зарядку каждую ночь. Очень интересно реализована интеграция системы влагозащиты. При помощи специального меню из центра управления можно активировать режим водонепроницаемости. Экран тут же становится неактивным. Чтобы вернуть часы в нормальный режим, необходимо пару раз прокрутить цифровую коронку. Если в часы попала жидкость, она будет откачана таким образом. Конечно, я не могла не поставить в качестве циферблата мини-маус. Кстати, тоже нововведение Watch OS 3. Хотя и весьма спорное. Помимо всего прочего, в новой ОС также доступен список недавно открытых приложений. Да, прям как в iPhone. Вообще, у Watch OS нет таких косяков, как у iOS. Когда каждый свежий апдейт может оказаться губительным для устройства. Буду лаконично. Все летает. Теперь к самому главному вопросу. А покупать стоит? Дадим два ответа. Если у вас сейчас Apple Watch первого поколения, обновляться не нужно. Если только вы не хотите увеличенное время автономной работы и водонепроницаемость. Да, Series 2 лучше своего предшественника по многим показателям. Но серьезный апдейт мы бы оставили до выхода Series 3. А вот если вы все ждали, 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 когда же Apple выпустит новые часы, то берите их, не задумываясь. Глупо ждать еще один год. Ведь на данный момент модель очень даже хороша. Как по начинке, так и по программному обеспечению. Купить их можно, например, в магазине IRA, который предоставил нам эти замечательные розовые часики. Ну а на этом все. Всем пока. Ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok